Презентация пяти новых книг Владимира Зантария началась с приветственного слова председателя Союза писателей Абхазии Вахтанга Абхазоу. Он представил членов российской делегации во главе с Николаем Ивановым, председателем Союза писателей России, а также коротко рассказал о новых изданиях поэта и публициста, доктора филологических наук Владимира Зантария. Сегодня мы презентуем его книги, недавно изданные. Это историко-документальное исследование Пути и Абхазии. Историко-документальный очерк, первый президент Абхазии, политический портрет Владислава Артема. Третий сборник очерков ИСС, дисциплина духа. Четвертый сборник стихов «И мир оскудеет, когда мы уйдем» в переводе на русский язык. И пятый сборник интерпретических исследований «Лечевые в России». Презентация продолжилась выступлением автора новых изданий. Историко-документальный очерк о первом президенте Абхазии – это сборник более 20 обширных интервью с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, крупными учеными, писателями, публицистами, военными и записи бесед с самим Владиславом Ардзенба. При поддержке фонда первого президента книга вышла уже в третьем издании. Книга «Первый президент Абхазии» – это вещь, вобравшая в себя наиболее значимые и яркие события в жизни нашего выдающегося лидера Владислава Ардзена. Мне кажется, что ее уникальность в том, что в ней достаточно оригинально совмещены документы, факты и взгляды современников Владислава Ардзена на наиболее сложные и драматичные периоды нашей новейшей истории, на его роль в преодолении подводных камней, встречавшихся над сложными термистами пути восстановления национальной государственности. Еще одно историко-документальное исследование в подборке – это книга «Путин и Абхазия». В ней Владимир Зонтария собрал и систематизировал известные факты и точки зрения российских и западных экспертов о грузино-абхазской проблематике. В частности, большая роль отведена мнению Владимира Путина. Поздравляя Владимира Зонтария с презентацией новых книг, председатель Союза писателей России Николай Иванов отметил, что история – это не то, что было на самом деле. История – это письменные свидетельства, которые остались от того или иного времени. Поэтому авторы, которые берутся за документалистику – настоящие подвижники. Вот знаете, вот эти книги, которые мы сегодня видим здесь, «Путин и Абхазия», первый президент, это говорит, вы знаете, Егор Исаев, он очень хорошую фразу сказал однажды. Вы знаете, лестью можно обидеть человека, а вот гордостью – никогда. Вот когда мы создаем свои книги, особенно документальные, если в наших книгах гордость за то, что сделано, мы никогда не обидим ни человека, который он пишет, и мы никогда не обидим себя, автора. В сборник стихов «И мир оскудеет. Когда мы уйдем» вошли произведения Владимира Зонтария, переведенные на русский язык Юрием Лакербай, Владимиром Еременко, Натальей Соколовской, Данилом Чкония и Аллой Марченко. Также в сборник вошли произведения абхазской поэтессы Саиды Делба, которая в 27 лет погибла в ходе Отечественной войны народа Абхазии. В книгу вошло 27 стихотворений замечательной абхазской поэтессы Саиды Делба. Переводы я рискнул выполнить сам. То есть я долго думал, стоит, не стоит, но все-таки решил постараться с оригинала, с абхазского языка на русский перевести ее стихотворение. Сначала думал, может быть, 5-6 стихов удастся, но потом настолько увлекся, что получилось 27 стихотворений, и я переводы стихов Саиды Делба включил в свой сборник стихов. С выходом новых книг Владимир Азантария поздравил председатель правления Союза писателей Адыгеи, народный писатель Адыгеи Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесии, лауреат государственной премии СССР России и Адыгеи Исхак Машбаш. Адыги и Абхазы – это два дерева одного корня. Нас связывает общая земля, история и язык, отметил Исхак Машбаш и в доказательство прочел стихотворение на родном языке. Я вам прочту на моем адыга-черкесском языке маленькое стихотворение. Здравствуйте. Как звучит, чтобы вы знали, что мы рядом с вами. Давно написал это, где-то лет 50 тому назад. Председатель Ассоциации писателей Абхазии, народный поэт Республики Мушни Ласурия, приветствовал российских коллег и поздравил Владимира Зонтария с выходом новых изданий, высоко оценив его многогранный талант. Всем вам знакомый товарищ. Товарищ талантливый, безусловно, многогранный. Он и журналист, и поэт, и общественный деятель, и переводчик. Все в нем. Среди писателей, среди журналистов, и среди чиновников. Он чувствует себя, как птица в воздухе, понимаете? И это Богом дано, так сказать, ему такой талант. Последние две книги из богатого собрания Владимира Зонтария – это сборник очерков и эссе «Дисциплина духа» и сборник литературоведческих исследований «Ключевые мысли». Все книги напечатаны в Абхазском государственном издательстве на высоком художественном и полиграфическом уровне. Надежда Боровикова, Рамо Камкия, Абаза ТВ.